Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, и ведущий, отец Максим Портнов. Сегодня Институт семьи претерпает очень серьёзные изменения, и молодые люди не хотят вступать в законный брак. Несмотря на это, Церковь продолжает настаивать не только на официальной регистрации брака в ЗАГСе, но и даже на венчании. Что же такое таинство венчания? Об этом мы поговорим с нашим гостем, настоятелем храма в честь покрова Пресвятой Богородицы, села Дубового Мёта Иреем Назарием Курбановым. Отец Назарий, здравствуйте! Максим, здравствуйте! Отец Назарий, я думаю, таинство венчания, к сожалению, редко бывает в наших храмах. Слава Богу, в последнее время у меня в воскресенке чуть-чуть прибавилось, и, наверное, в год, если 10 совершается, это уже прям такая радость-радость. Но как сегодня молодым, амбаруя даже и не очень молодым людям, донести, что же такое венчание и почему оно настолько важно, несмотря на все вот эти такие внешние вызовы? Отец Максим, вопрос на самом деле очень непростой по поводу венчания. Здесь все-таки мы, я думаю, можно разделить вопрос на две части. Во-первых, о необходимости венчания, и второе, о необходимости вообще законного брака. Потому что у нас все-таки есть ЗАГС, который регистрирует брак, который Церковь признает браком, не считает это чем-то греховным, и с этим вопросов никаких нет. А венчание — это уже то таинство, которое совершается в Церкви. Когда-то в свое время в Царской России Церковь выполняла функции ЗАГСа, иногда функции МФЦ, и венчание являлось тем таинством, в котором человек в том числе и перед государством закреплял свои отношения. В наше время это все разделено. Церковь отделена от государства. Если говорить о необходимости брака, необходимости того, что нужно вступать в законные отношения, становиться мужем и женой официально, это очень сложно. В том плане, что современное отношение молодых людей, да и не только молодых, уже и средних лет, к семье, к институту семьи, оно несколько сложное. Когда находятся люди, которые представляются какими-то сексологами, психологами, которые с этим связаны, которые напрямую говорят о том, что перед тем, как вступать в семейные отношения, не нужно пожить вместе, так называемый гражданский брак. То есть гражданский брак не в плане ЗАГСа, что они заключили гражданский брак, да, а в плане просто сожительства, когда люди просто молодые берут и живут вместе. И то есть находятся некие специалисты, которые говорят о том, что это нужно делать, и это необходимо, чтобы люди там поближе друг друга узнали. Когда в массовой культуре, в сериалах, особенно русские сериалы снимают, когда начинают восхвалять каких-нибудь эскортниц или еще кого-то, когда начинают показывать постоянно, что у того любовница есть, у той есть любовник, и что это норма, что люди по три-четыре раза женятся. И вот это все постоянно в современном мире преподается как некая норма, как то, в чем живет человек, то донести до человека смысл того, почему необходимо вступать в законный брак, очень сложно. Вот даже недавно я посмотрел в интернете выступление дизайнера Артемия Лебедева, который сколько-то месяцев назад начал бракоразводный процесс, у него, у них был заключен брачный договор, и этот брачный договор просто аннулировали, грубо говоря, и стали делить все имущество совместно нажитое. И он прям прямым текстом говорит, если брак приводит к таким вещам, то лучше вообще тогда не вступать в брак. Ну это бред полный. Но это то, что мы видим сейчас в современном обществе, поэтому это действительно задача сложная. Вот у нас сейчас год семьи, и казалось бы, логично говорить о семье, о том, насколько важно создавать семьи, насколько важно воспитывать детей, поддерживать друг друга. Но в то же время мы видим, какой-то диссонанс возникает в современном обществе, в современном мире, что пропагандируются порой совсем другие вещи, даже вот в той же, говорю, медиасфере. Это очень странно. И поэтому это сложный момент, который, скорее всего, требует, во-первых, воспитания самих молодых людей, родителями. Во-вторых, примера. Нужен здоровый пример здоровых семейных отношений, начиная с самой семьи вот этих молодых людей. Людям порой очень трудно увидеть пример доброй семьи, которые прожили много лет вместе, которые достойно воспитали детей. Это очень сложно. Люди, может быть, и хотели бы создавать крепкие семьи, вступать в законные отношения, в брак. Как, ну, зачастую, примера нет доброго, который бы они увидели и бы сказали, да, я хочу создать семья. Я хочу, чтобы вот у меня была такая же семья. К сожалению, молодые люди порой видят, как их родители там разводятся, как начинают делить что-то, еще что-то, и так далее, и так далее. И потом начинают рассуждать так, да зачем мне вообще этот штамп в паспорте? Мне лучше жить спокойно со своим любимым человеком. Я же его люблю. Все, для любви штамп в паспорте не нужен. Ну, и третий момент, все-таки, если мы христиане, то мы, конечно же, так рассуждать не будем. Для нас все-таки есть понимание законного супружества, когда люди вступают в законный брак. Для чего? Для того, чтобы не совершать грех, для того, чтобы не блудить направо и налево, для того, чтобы хранить целомудрие, как бы это странно ни звучало, но одной из целей брака, в том числе, является хранение целомудрия. Что такое целомудрие? Это термин, который забыт. Порой люди даже не понимают, о чем он говорит. А целомудрие – это как раз-таки такая чистота духовное тело человеческого, когда человек целомудренный воздерживается и не совершает грехи, связанные именно с грехом блуда. И это очень сложно в современном мире, вот хранить вот это целомудрие. Но целью законного брака как раз-таки является, одной из целей является вот это хранение этого целомудрия. Как до людей донести, что необходимо хранить целомудрие, необходимо воспитывать себе эту добродетель? Но если они христиане, очень сложно. То есть для них это вообще не аргумент. То есть если человек христианин, тут как бы все вопросы отпадают. Для него это естественно, это является частью его жизни, как христианин, частью его веры, понимания того, что есть правильно, что есть путь и истина. Если человек не христианин, ну очень сложно с ним о таких вещах говорить. То есть это должна быть все-таки, как мы вначале сказали, либо какая-то преемственность, либо понимание, пример добрый, чтобы человек действительно видел свою семью. Либо все-таки это должна быть вера. Теперь то, что касается венчания. Но вот, опять же, если мы говорим о венчании, здесь, опять же, для человека верующего вопросов здесь никаких не может быть. Человек верующий всю свою жизнь проживает с Богом. Все, что он делает, он всегда пытается осветить молитвой, осветить благословением от Бога. Естественно, такой важный момент в жизни, как бракосочетание, брак, семья, человек не может не взять благословения на то, чтобы вступить в законный брак. И, конечно, для человека верующего венчание является, ну, просто вещью, которая логически для него, которая обязательно, ну, по-другому просто быть не может, потому что всю свою жизнь мы, как люди верующие, проживаем вместе с Богом. Поэтому человек, конечно, идет и берет благословение и у церкви, и у Бога на то, чтобы этот брак был освящен, и чтобы Господь дал силу и благодать, чтобы достойно прожить вместе вот эту семейную жизнь и достойно воспитать своих детей. Поэтому, если вот резюмируя то, что касается таинства венчания, здесь как бы вопросов у верующего человека быть не может, для него это логично, естественно, все это нормально. Если мы говорим о необходимости законного супружества, в современном мире порой тяжело это объяснить молодым людям. То есть здесь все-таки в некой степени должна быть некая культура, понимание ответственности друг за друга. Ну, сделаю еще небольшое отступление, вот я когда тоже беседую на тему вот семьи, венчания, в первую очередь все-таки мое слово бывает направлено к мужчинам. То есть, ну я говорю, если ты мужик, если ты мужчина, если ты любишь свою женщину, любишь свою девушку, ты не можешь по-другому поступить, ты женишься на ней, ты возьмешь за нее ответственность, и ты будешь делить с ней все, что у тебя есть. Если ты ее любишь, если ты мужчина, если ты готов брать ответственность за человека, которого ты любишь, ответственность перед государством, если ты верующий, ищу ответственности перед Богом. Вот и все. А если ты не мужик, если ты не мужчина, ну ты будешь просто жить с ней, как вот, ну просто сожительницей. Ну там, гарем себе завел там из разных женщин, вот и живешь сначала с одной, со второй, с третьей. Ну ты просто не мужчина, ты не можешь взять ответственность, ты не можешь принять взрослое решение. То есть если вот такой подход рассматривать, я бы как бы это как вызов бросил бы просто. Но мужики, будьте мужиками, любите своих женщин, любите своих жен, любите свою вторую половинку и женитесь на ней. Подтвердите, что она ваша вторая половинка, подтвердите то, что вы действительно мужчина и готовы за семью стоять горой. Вот по-другому для меня это не видится никак. Угу. Ну у нас с тобой оказались разные немножко подходы. В каком плане? Видимо, потому что у меня четыре дочки. Я больше акцент в таких беседах делаю на женскую половину. Что именно женщине нужно задуматься о том, что для нее это максимально важный момент. Да, это действительно о именно взять ответственность. И как раз вот, ну так получается, наверное, девушки все-таки более ответственны чаще всего. По крайней мере, я так сталкиваюсь. Значит, и до них донести эту информацию лично, мне кажется, как-то быстрее и проще. Но я, ваши слова, отец Назарий, тоже приму к сведению. И буду стараться и мужчинам делать этот акцент. Полностью с вами солидарен во всех тех моментах, когда вы говорите, что вот общественное мнение, то, что у нас показывают с экранов телевизора, то, что нам предлагается в медиасфере, в большинстве случаев показывается череда таких вот с этим два месяца, с этим полгода, тут вот чуть-чуть пожили. А по факту и та, и другая сторона, они как бы играют в любовь. У обоих получается такое ложное представление и о свободе, и о браке. Чаще всего даже получается так, что одна сторона считает, что она свободна, но в большинстве случаев это мужчины, а в большинстве случаев женщины считают, что они как раз-таки вроде как замужем. Но ни первого, ни второго на самом деле не существует. И вот поэтому я вот еще раз как бы дополню этот вопрос. Так почему церковь так настаивает именно на освящении брака, и вот само венчание, как оно проходит, почему это такое замечательно красивое таинство, где делается акцент на то, что двое становятся одной плотью? Три вопроса о необходимости венчания. Но частично я ответил, что это является частью жизни христианина. Но во-вторых, мы все-таки понимаем, что в таинстве, почему оно называется таинством, действует таинственно Господь Бог. И верующий человек, верующий муж и жена в таинстве венчания, во-первых, получает от Бога благословение, через это благословение получает благодать и силу для того, чтобы прожить действительно супружескую жизнь в целомудрии, в вере. И в-третьих, происходит соединение человека, двух людей вплоть в единую. То есть соединение мужа и жены вплоть в единую. Об этом мы читаем в Священном Писании. «Оставит человек отца и матери своей, прилепится жене своей. Будут двое вплоть в единую». Это действительно тайна. Как это может происходить, мы во всей полноте понять не можем. Но вот это та тайна, которая происходит в таинстве венчания, когда уже не два, но один. И это то, что помогает людям вместе идти по пути спасения. Потому что люди порой забывают о том, какая главная цель в жизни. И, кстати, когда мы говорим о смысле таинства, для чего там нужно крещение, для чего нужно причастие, для чего нужно венчание, всегда красной нитью проходит самый главный смысл жизни каждого христианина. Это спасение души. И вот в каждом таинстве, которым действует Господь Бог, Господь Бог своей благодати подталкивает человека именно к спасению души. То есть главная цель христианского брака, в том числе таинства венчания, чтобы помочь супругам вместе достичь Царства Небесное. Каким образом? Там уже идет далее. Речь идет о чудороде, речь идет о взаимном терпении, помощи друг друга и так далее. Поэтому вот почему-то об этом мы часто забываем, что ищем смыслы какие-то, где-то там. А на самом деле смысл прост. Спасение души. Супруги вместе спасаются и стремятся ко Христу Богу вместе, в том числе вместе со своими детьми. И теперь далее, если мы говорим непосредственно о самом таинстве венчания, но таинство венчания делится на две части. Первая часть — это чин обручения, вторая — это уже непосредственно таинство самого венчания. В чине обручения молодожены дает клятвенное обещание друг другу верности и обменивается кольцами. Ну, в знак того, что их жизни уже соединены и они обручены друг другу. И далее уже в самом таинстве венчания, ну, главный такой, один из главных центральных моментов, когда возлагаются венцы на тех, кто венчается. По поводу венцов, здесь, опять же, если мы немножко в историю заглянем, это тоже из старых обрядов языческих, когда там венцы возлагали на людей, но только христиане убрали все языческое и оставили вот такой христианский смысл, именно как венец победителю. И вопрос, почему тогда молодоженам надевают венцы, если они только вступают в супружескую жизнь? Ну, и какие же они победители? Вот в этом плане цитата святителя Анатолуста мне очень понравилась, что как раз-таки супруги венчаются, потому что они победили блуд, что они сохранили целомудрие и вступают в брак. А вот, опять же, о чем мы говорили до этого? Чтобы сохранить вот эту чистоту, внутреннюю духовную, чистоту тела в том числе. Поэтому это очень интересная аналогия и в том числе подталкивает нас к подлинному пониманию таинства венчания. Для чего оно вообще нужно? Ну, и далее уже мы видим тоже часть таинства венчания, когда людей водят вокруг Аналоя три раза по храму. То есть там тоже это связано с историей таинства венчания, с историей возникновения чина, что люди там проводили в их палаты, но как бы заменилось тем, что они ходят в церкви. То, что супруги пьют общую чашу вина, то есть здесь и аналогия с чудом в Кане Галилейской, здесь и аналогия, опять же, символическая с самим вином, что вроде бы вино, оно радует сердце, но при этом имеет привкус горечи, определенной которой из семейной жизни. И вот эти все моменты в самом таинстве венчания, они как раз-таки подталкивают человека на размышления в нужном направлении. Молитвы, которые читаются в таинстве венчания, опять же, о целомудрии, о благословении брака, о чадородии, о том, чтобы увидеть чадо-чад, да? О внуках. О внуках, да. То есть все это в том числе наталкивает и самих супругов на размышления о том, а для чего вообще нужно таинство венчания, к чему оно ведет. Спасение души, взаимная помощь, воспитание детей в православной вере и в итоге радость о Боге. Вот есть вкратце об этом. Ну, то есть получается, что как бы церковь показывает, что человеку одному спастись сложно. Это вот интересный момент в Священном Писании, когда сначала был создан только Адам, и Господь привел к нему множество животных, Он им дал всем имена, и сам Господь впоследствии как бы признается, что среди этих животных не нашлось никого, кто бы был ему помощником. И вот после этого создается уже Ева. И причем вот она берется именно из ребра. Причем вот отец Назария, может, вы знаете, а почему именно из вот ребра? Многие мужчины начинают говорить, вот там это такое место, кость, значит, там твердое, негибкое что-то. А там ведь акцент делается, что это сердечная часть. То есть это бок о бок. Отсюда, кстати, поговорка, да, пошла? То есть это бок о бок. Это действительно вот это вот единение начинается уже здесь. И вот эту вот фразу, которую мы читаем во время венчания, отлепится муж, прилепится к жене, будет два вплоть в единую, это как раз говорит Адам. Впервые, когда он видит свою супругу. Вот, кстати, Максим, вы правильно вспомнили Адам и Еву. На самом деле здесь очень такой таинственный момент, что Господь разделяет человека на две части. Для чего? Для того, чтобы человек, Адам, не замыкался в сам себе, в своем эгоизме. То есть чтобы человек научился любви. И как раз таки вот через вот это соединение друг с другом, через семью, человек учится любить. Он учится не быть эгоистом, он учится терпению. И вот это действительно очень важный момент, о котором стоит сказать. и который, на мой взгляд, в том числе, является причиной многих бед в семье. Потому что люди вступают в брак не столько из-за любви, хотя, может быть, люди принимают это за любовь, какую-то страсть и влюбленность, но больше именно из-за собственного эгоизма. Что просто тебе не хочется быть одному, что просто вот тебе нравится этот человек, тебе с ним хорошо, а ему с тобой хорошо. А ты вот задумался над этим. И когда люди вступают в семейные отношения, и в итоге вскрываются многие какие-то вещи, которые человека не устраивают, мне с ним не комфортно, мне с ним не нравится, мне важно, чтобы мне было хорошо, мне было комфортно, а как там, не важно. Я не для этого вступал в брак, в семью, чтобы что-то терпеть, чтобы что-то переносить. И то есть человек абсолютно не желает свой эгоизм никаким образом побороть, но наоборот, его все больше и больше лелеет, в том числе и в семье. На мой взгляд, это вот большая беда, что мы как христиане зачастую выпускаем смысл брака, в том числе именно в том, чтобы научиться в любви, чтобы исполнить главную заповедь Христову о любви. Где как не в семье ее проявить, что мы, важно, чтобы мы были добрыми, любили не только те, кто там вокруг нас на работе, коллеги или на улице, но приходя в дом, вот эту любовь сохраняли, а это очень сложно, потому что дома в семье ты проявляешь себя такой, какой ты есть. Это на людях, порой мы там маску одеваем или как-то боимся публичного порицания или осуждения, а зато домой вот ты приходишь, вот там где-то весь пар спускаешь, и бедные твои домашние, там жена, дети, там муж страдают от того, что у тебя что-то где-то приключилось. Но вот должно быть наоборот, семья должна быть тем местом, и жена, дети, муж должны быть теми людьми, которыми ты даришь свою любовь. Поэтому действительно Господь такое разделение создал, чтобы помочь человеку побороть эгоизм, его замкнутность на самом себе и научить его любви вот через вот эту семью. Мы знаем, что сам Бог есть Бог Троица, и вот это вот как раз-таки торжество единения, которое есть во Святой Троице, оно таким символом распространяется на семью, как символ. Муж, жена и ребенок. Поэтому это очень важное замечание отец Максим, посев, что сказали об этом. Действительно так. И тут еще можно вспомнить дальше к вашим же словам, отец Назарий, есть такое очень интересное русское слово супружество. Очень часто люди одну поговорку говорят, но только говорят ее неправильно. Муж и жена одна сторона. Исторически и правильно эта поговорка звучала именно так, потому что муж и жена смотрят в одну сторону. Вот слово супружество, оно имеет очень интересную историю, этимологию. Супра — это пара. Это такая, можно сказать, деревянная котомка, в которую впрягали пару валов. И, соответственно, они вдвоем шли в одном направлении и тянули вот этот обоз супружеских обязанностей вместе. А святые отцы говорили, что вот эта деревянная котомка, которую впрягали, это как раз-таки закон, причем как закон божественный о том, что это официальный брак в глаза Господа, в том числе и такое ермо государственного закона. То есть к нашему первому вопросу о законности отношений в браке и важности заключить ЗАГС свидетельство в этом плане. Вот это супружество подразумевает собой движение вдвоем в одном направлении. И венчание действительно раскрывает человеке вот это все лучшее, позволяя дать человеку образец именно из церковной среды. Как дальше? Я даже, знаете, как обычно говорю, сначала я вам вопрос задам. Отец Назарий, а вот как вы считаете, когда нужно вступать в брак в плане венчания? Нужно венчаться в самом начале, когда только вы расписались, вы еще молодые, или нужно подходить к этому вопросу спустя десятилетия уже совместной супружеской жизни? Ну, мне кажется, опять же, вот частично я отвечал на этот вопрос, что все-таки важна вера самих людей. Если люди верующие, если люди христиане, они, конечно же, пожелают свой брак осветить благословением Божиим, через таинство. Здесь вопросов никаких быть не может. Человек идет в ЗАГС и сразу венчается, если это люди верующие. Если вдруг люди там не верующие и желают венчаться, но спрашиваются, а зачем? Вы не собираетесь проживать жизнь христианскую, у вас есть мыслях разбежаться через, может быть, год или два, если что-то пойдет не так. То есть здесь должна быть вера и понимание, зачем мне это нужно, что это такое и почему я должен венчаться. Если есть вера, если есть понимание, конечно же, нужно венчаться. Как ты можешь сам лишить себя этого дара? Другое дело, если это делается ради моды, как в свое время это было, если это делается просто потому, что там родители сказали, вам надо повенчаться, да мол, родители, конечно, нужно слушать, но это вопрос очень серьезный и подходить к нему нельзя легкомысленно. Люди должны все-таки понимать, к чему они приступают, к таинству, к кому они приступают в танце, к самому Христу, к Богу. Поэтому, если есть вера, все логично, венчайтесь, не нужно ждать, это часть нашей жизни. Если веры нет, то нужно все-таки дождаться или стремиться к тому моменту, когда придет действительно полное понимание и у супругов действительно будет совместная вера, когда они смогут помечать. Таких примеров на самом деле множество, когда вроде бы люди поженились, много лет прожили в браке, потом они стали ходить в храм, поцерковились, или может быть даже какая-то беда случилась, люди задумывались над тем, что слушай, а мы же не венчаны, а мы же христиане, а что это такое? И люди начинают интересоваться, приходят в храмы, и то есть у них это действительно уже не просто дань моде или какой-то вене, или кто-то им сказал, это действительно уже взрослоосознанное решение, тогда люди уже впоследствии приходят и венчаются. Но здесь все-таки это должно быть, во-первых, обоюдным решением должна быть вера и понимание, искренность, но без этого нет смысла венчаться. Если это все есть, то люди сразу идут и венчаются, если этого нет, то нужно, может быть, жена верующая, муж не верующий, но нужно тогда молиться за своего мужа, как в Писании написано, что муж освещается верой, неверующий муж освещается верой жены и наоборот. Поэтому женя просто молиться за своего мужа, самой быть христианкой в надежде, что Господь действительно когда-то коснется сердц и тогда вместе уже идти венчаться. Мы сегодня поговорили о семье, о венчании, о браке. Может показаться, что порой наши рассуждения такие идеалистические и что труднодостижимые в современном мире, когда мы говорим о целомудрии, о браке. Но есть один очень важный момент. Важно, чтобы мы, как христиане, как люди верующие, честно признавали и понимали и говорили, что есть белое, а что есть черное. Понятное дело, что жизнь наша многоградна, она непроста, что в семьях далеко все не так просто, но важно, чтобы мы хотя бы как христиане были честными перед собой, перед людьми и перед Богом. Мы говорили, да, вот он идеал, к которому мы стремимся, да, может быть, мы далеко отстаем от этого идеала, может быть, у нас не все в жизни складывается, но он есть этот идеал. И мы будем всеми силами стараться к нему стремиться и говорить на то, что вот здесь грех, это грех, вот здесь добродетель, это добродетель, и не будем подменять понятия белого и черного какими-то другими понятиями или менять их местами. То есть, о чем я хочу сказать, да, мы говорим идеалистические вещи, правильные вещи, какими они должны быть, мы понимаем, что мы далеко от них отстоим, но важно, чтобы мы были честными, чтобы мы умели признавать собственные ошибки, признавать то, в каком состоянии мы находимся, и самое главное, хотя бы стремиться стать лучше. Понятное дело, что у каждого какие-то есть свои проблемы, но хотя бы, чтобы было понимание и стремление к тому, чтобы поступать правильно. Спасибо большое, отец Назарий, замечательный рассказ был. Надеюсь, все наши зрители, посмотрев данную программу, сразу побегут в ближайший храм к своим батюшкам и примут святое венчание. Спасибо большое, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова